Шляпы Это высказывание можно смело отнести и к нашей профессии, поскольку мы, воспитатели, должны уметь надевать и снимать различные образы с такой же легкостью, как и цветные шляпы. Итак, примеряя на себя шляпу, мы примеряем на себя ту роль, на которую эта шляпа указывает. Белая шляпка помогает оставаться профессионалом в своей работе. В ней я стремлюсь к получению новых знаний, к самообразованию, саморазвитию. Воспитание творческих и интеллектуальных способностей стало одним из главных направлений в работе с детьми. Когда мне важно понять других людей, детей или их родителей. Умение управлять эмоциями необходимо в моей работе для создания благоприятного эмоционального фона в группе. Основой моего педагогического оптимизма является вера в свои силы и возможности, в результативность образовательной работы, а также умение настраиваться на восприятие положительных качеств каждого ребёнка. Иногда мне приходится примерять и чёрную шляпку, потому что считаю самокритичность необходимым качеством педагога. Она защищает меня от непродуманных действий и способствует личностному росту. Такое качество, как креативность, помогает мне воплощать мысли и эмоции в образе, реализовать потребность в творчестве, находить выходы из нестандартных ситуаций. Современная жизнь стремительно и переменчива. Течёт время, мир меняется, и меняют его люди – рабочие, учёные, политики, люди всех профессий. Каждый из них был когда-то ребёнком. Озорными весёлым мальчишкой или застенчивой и милой девочкой с веснушками на носу. Примеряя на себя разные образы учёного, художника, оптимиста, творца, критика и руководителя, я стремлюсь воспитывать в каждом ребёнке многогранную, гармонично развитую личность. Ведь дети сегодня – это люди, которые будут менять жизнь завтра.